В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Самое большое студенческое общежитие Казахстана открыли в Караганде. В счастливых семьях наша сила. Республиканская акция в Караганде. День рождения в запарке. В Караганде для студентов Карагандинского государственного технического университета открыли самое большое в республике общежитие Армандо Старо-Рдасе, которое рассчитано на 822 места. Это долгожданное событие для всей студенческой молодежи вуза. На торжественном открытии присутствовал министр образования и науки Республики Казахстан Аслан Арибжанов. Новое студенческое общежитие построено по программе президента страны Нурсултана Назарбаева «Студенческое жилье». Оно призвано улучшить социальные условия проживания студентов. Все это делается для получения качественного образования всей молодежи. В рамках программы из республиканского бюджета в период с 2010 по 2013 год построено и введено в эксплуатацию около десятка таких общежитий на более чем 3600 мест. И очень отравно, что только в 2014 году ведется строительство еще шести новых общежитий на 2400 мест. Для студентов здесь созданы все условия. Жилые секции рассчитаны на 2-3 человека. Комнаты благоустроены и обставлены современной мебелью. На каждом этаже имеются оснащенные всем необходимым просторной кухни. Работает столовая на 60 посадочных мест. Также новое здание отличается хорошо развитой инфраструктурой. Имеется беспроводной интернет, конференц-зал, два мультимедийных кабинета. В общежитии будет работать здравпункт с новейшим медицинским оборудованием. В Карагандинской области делается большая работа для поддержки студенческой молодежи. И ярким доказательством одним из таких мероприятий является открытие сегодняшнего общежития. Отныне отсутствие бытовых проблем, комфортные проживания позволят нашим студентам с полной отдачей отдаваться учебе, спорту, проявить себя в общественной и творческой жизни университета. Карагандинский государственный технический университет – один из ведущих вузов в стране по подготовке высококвалифицированных технических кадров. Студенты этого учебного заведения не раз доказывали свои высокие знания на международных и республиканских конкурсах. 310 отличных комнат получат студенты уже в конце августа. Здание нового студенческого общежития находится в центральной части университета, рядом с учебными корпусами. Студенты вуза в новом общежитии могут обустроиться уже в конце августа. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. 14 июля Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков провел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы использования и охраны водного фонда Нурасарсульской бассейновой инспекции и ход реализации программы «Дорожная карта занятости-2020». С отчетом по регулированию использования и охране водных ресурсов выступил руководитель Нурасарсульской бассейновой инспекции Бахитнасыр Донбаев. За первое полугодие 2014 года согласовано 95 проектных материалов и землестроительных проектов по представлению земельных участков в водохранных зонах и полуцах. В связи с мораторием на проверке субъектов малого и среднего предпринимательства инспекции в первом полугодии было проведено 21 проверка. За совершение... На совещании отмечалось, что бассейновой инспекцией проводится определенная работа по регулированию, использованию и охране водных ресурсов. В зоне ее деятельности охвачено государственным учетом 519 первичных водопользователей. В первом полугодии текущего года рассмотрены материалы и выданы 48 разрешений на специальное водопользование. Соместно с налоговым комитетом контролируются поступления в местные бюджеты платы за использование поверхностных вод. По оперативным данным, на 1 июля эти платежи составили порядка 41 миллиона тенге. В то же время инспекции необходимо осуществлять более жесткое нормирование водопользования, активизировать работу по внедрению водосберегающих технологий. Кроме того, следует усилить контрольно-инспекционную деятельность, передачу материалов о нарушении водного законодательства в суд для привлечения виновных к ответственности. Что касается реализации дорожной карты занятости 2020, как сообщил руководитель управления координацией занятости и социальных программ Жандо Забишев, то за последние три года численность наемных работников в области увеличилась на 39 тысяч человек, а количество самозанятого населения уменьшилось на 24,1 тысячи человек. Снизились общий уровень безработицы и уровень бедности. В текущем году по программе дорожная карта занятости планируется освоить 4 миллиарда 900 миллионов тенге с охватом 244 человек. За шесть месяцев текущего года обратилось в полномочий на органы занятости 3550 человек, из них участниками дорожной карты занятости стали 1926 человек, в том числе безработных 53%, самозанятых 30%, незарегистрированных 15% и частично занятых 1,7%. В рамках первого направления программы обеспечения занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства начата реализация 45 проектов. Да, она самая сложная, самая трудная, потому что здесь стоит прямая работа с людьми. И причем не с самой активной или дееспособной частью, а с самой маргинальной частью нашего населения. По итогам суждения Акимовласти дал ряд поручений, касающихся разработки новых ставок, платы за использование поверхностных вод, оформление документов на водохозяйственные объекты, передаваемые в областную коммунальную собственность, реализация проекта дорожной карты занятости 20-20, трудоустройство участников этой программы на постоянные рабочие места и отчисление ими обязательных пенсионных взносов. Впереди небольшая реклама, а позже мы продолжим. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом-серия профиль Galtec 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. В субботу 12 июля в Караганде прошла мини-ярмарка «Зеленый караван». Они проводились одновременно в нескольких местах города. Горожане могли купить мясную, молочную и плодо-овощную продукцию местных производителей. По информации Акимата Караганды, на мини-ярмарках продавали мясную, молочную продукцию местных товаропроизводителей, а также овощи и фрукты, привезенных из южных регионов Казахстана. Цены на товар были на 15-20% ниже рыночных. Хотелось бы мясное было что-то, а так вообще-то, знаете, ценников нигде нет. Как в катам мешке покупаешь, все. Вот тут вот цена есть, а больше нигде нет. Жители Майкудука могли купить молоко, овощи и фрукты на площади перед коммунальным рынком Гасыр. В центре города мини-ярмарку устраивали на проспекте Нуркена-Абдирова возле магазина «Юбилейный». Жители Пришахтинска приглашали за покупками на площади перед торговым домом «Урталык». На юго-востоке ярмарки организовали возле супермаркета «Гринмарт». Основной целью проведения ярмарок – это обеспечение населения или доступность населения к плодовочной продукции ниже рыночных цен на 15-20%. Вы сейчас сами видите, можете наблюдать, что картофель стоит 70 тенге, реализуют капуста по 40 тенге. Плюс вы видите, что наши медовики также здесь реализуют свою продукцию по ценам ниже рыночных колбасных изделий. И наши также, представьте, легкую промышленность, а чего уж и насочные изделия. Ярмарки пользуются большой популярностью среди жителей. Много людей пришло за покупками в эти выходные. Ярмарки «Зеленый караван» планируется организовывать и в дальнейшем. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Жители Юго-Востока семьями собрались во дворе номер 11 по улице Университетской. Отнюдь не протестовать. Они стали участниками республиканской акции «Счастливых семьях. Наша сила». Это мероприятие организовано Общенациональным движением «Казахстан-2050» и проводится совместно с общественным объединением «Азимут-Плюс». Такой пестроты и веселья не ожидал никто. Тесно стало в широком дворе. А ребята все прибывали и прибывали. Взрослые держались с особнячком, но болели за своих не на шутку. Ростовые куклы, танцы, песни, игры – все смешалось в веселой кутерьме. И все это ради единственной задачи. Это оторвать родителей от телевизоров, от интернета, от соток, чтобы они больше уделяли внимание своим детям. Если мы хотим построить демократическое правовое государство, то нужно начинать с семьи, потому что самое основное, фундаментальное, как раз таки и начинается с института семьи. За годы независимости наша страна прошла впечатляющий путь. От веерных отключений электроэнергии, простаивающих предприятий, многомесячных задержек по выплатам заработных плат и пенсий, разгулы преступности до мощной, динамично растущей страны, сумевшей войти в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира, построить новую столицу Астану, которая примет в 2017 году всемирную выставку «Экспо». Итоги динамичного развития страны отразились прежде всего на наших семьях. Я считаю, что это очень хорошо, я считаю, что это очень положительно. Если бы, наверное, действительно каждую субботу была бы возможность в разных дворах проводить такие мероприятия, я думаю, что это действительно способствовало бы сплочению. Сюрпризы и неожиданности были на каждом шагу. Мастер-класс по футболу показал нападающий мини-футбольного клуба «Тулпар» Павел Таку. Мало? Бесплатная фотосессия Анастасии Емельяновой. Красивые счастливые улыбки запечатлевались на фото. А во вторник пройдет фотостушка, на которой можно будет забрать свои фотографии. Также во вторник пройдет мастер-класс «Очумелые ручки» с оселью Жадпизбаевой. Это все будет во вторник. А сегодня веселись народ – и дети, и взрослые. А ты сегодня с кем пришла сюда? С родителями. Просто родители пошли домой, чтобы шарики завести. И у них удобно держать. Моя семья дружная, мы с родителями там играем, особенно с папой. Мне очень нравится детям, тоже очень нравится. Это познавательно. Дети играют, конкурсы разные. Хороший праздник, побольше бы таких праздников. Дети любят, когда весело. Почаще приезжайте, ну и эти праздники соединяют, сплачиваются в семье, все хорошо. Ну, хорошая семья и хорошее государство. Я хочу, чтобы такие праздники были чаще, веселыми и радостными. Хороший праздник для детей, для взрослых даже. Как вы думаете, что он может дать семье вот такие вот праздники? Ну, как, дружбу, наверное, любовь тоже. Детям. Люди так въезд, встали, чтобы понравилось это мероприятие. Праздник знакомств, праздник любви, праздник семьи прошел на Юго-Востоке. Это первая ласточка, которая поможет сцементировать семью, узнать ближе соседей по подъезду. Мы единый народ, мы казахстанцы. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В Карагандинской области сотрудник природоохранной полиции пострадал при задержании браконьеров. Но и со сломанной рукой он задержал участников незаконной охоты. При проведении рейдовых мероприятий в Жанаркинском районе сотрудники природоохранной полиции выявили факт незаконной охоты на Сайгу. Скрываясь от полицейских на мотоцикле, браконьеры выбросили в степи ружья и тушу застрельного Сайгака. Сотрудники природоохранной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области совместно с представителями Республиканского объединения Охот-Озонпром провели совместный рейд, в ходе которого были пойманы браконьеры, которые незаконно охотились на Сайгаков. Ведется следственное дознание. Во время погони за подозреваемыми внедорожник опрокинулся. Полицейский со сломанной рукой задержал браконьеров, которые дали признательные показания и показали места, куда сбросили вещественные доказательства. Лариса Хусейнова, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Оказывается, спектр праздников у нас в Караганде так широк, что обо всех и не упомнишь. Полицейские кинологи рассказали карагандинцам о своем профессиональном празднике и о своих четвероногих помощниках. Оказывается, 108 лет тому назад в системе Министерства внутренних дел было организовано первое кинологическое подразделение. Это было подсчитали в 1906 году. Рассказать о своем профессиональном празднике и о своих помощниках вышли в самый центр Караганды полицейские кинологи из Центра кинологической службы ДВД Карагандинской области. В этом году кинологи отмечают 108-й год образования кинологических подразделений в системе МВД одной из старейших служб, без которой очень сложно представить современную борьбу с преступностью в стране. Полицейский пес породы Малинуа по кличке Зенит и его кинолог Нуртас Кусаинов в самом центре Караганды у мемориала «Вечный огонь» рассказывали карагандинцев о кинологической службе и возможностях полицейских собак. Зенит поведал о своей службе по-своему, а Нуртас перевел его на человеческий язык. Их бельгийских овчарок вывели в 1823 году путем селекции для пастушьих целей. Их вообще в семействе бельгийских овчарок четыре вида. Это Малинуа, вот данный вид. Есть еще Лакинуа, Грюниндаль и Тювервен. Собака универсальная, может использоваться в любой службе. Узнав от некинолога, карагандинцы поздравили полицейских с таким необычным праздником, о существовании которого многие и не знали. Стоит отметить, что в центре кинологической службы ДВД Карагандинской области 16 служебно-розыскных собак несут свою нелегкую полицейскую службу. Только с начала года полицейские собаки выезжали на места преступлений более 1500 раз. На их счету 116 раскрытых преступлений. За полгода полицейские собаки раскрыли 358 краж, 71 грабеж, 7 фактов мошенничества. Зенит тоже принимал участие в поимке преступников. Молниеносная, допустим, можно отправлять ее на задержание. Может за какие-то секунды задержать преступника и обезвредить вооруженного тем более. При помощи служебно-розыскных собак из незаконного оборота изъято свыше 47 килограммов марихуаны и 24 килограмма героина. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области прошла ежегодная спартакиада среди сельских подразделений полиции. Она была проведена в Осокаровском районе Карагандинской области физкультурно-спортивным обществом «Динамо». В Спартакиаде участвовали полицейские из девяти районов. Они соревновались в стрельбе, гимнастике, эстафете и футболе. По итогам соревнований первое общекомандное место заняла команда ОВД Осокаровского района, второе место – ОВД Шетского района и третье место завоевали полицейские из ОВД Нуринского района. Самым метким стрелком стал полицейский из ОВД города Абая, Кокенов, который занял первое место. Второе место завоевал полицейский Казангапов, а третье досталось Дмитрию Абермету из ОВД Бухаржираусского района. Самыми быстрыми вновь стали полицейские из Осокаровки, которые в эстафете заняли первое место. А вот, как оказалось, лучшие футболисты работают в ОВД Жанаркинского района. Победители и призеры были награждены грамотами, ФСО «Динамо», кубками и ценными призами. В завершении выпуска еще об одном. В воскресенье 13 июля в Карагандинском зоопарке был большой праздник. Дети и взрослые пришли сюда, чтобы поздравить с днем рождения обезьянку по кличке Рафаэль. В этот день в зоопарке собралось много народу, как никогда. А все потому, что был юбилей одного из обитателей зоопарка. Рафаэлю исполнилось 10 лет. Веселая и миролюбивая обезьянка принимала угощения от посетителей. А самым главным подарком был праздничный торт со свечками, которым угостили и других обитателей зоопарка. Сегодня нашему Рафаэлю, японскому макаку, исполняется 10 лет. 8 лет назад мы его привезли из Алматинского зоопарка. Это был совсем крошечный малыш. Благодаря своим музыкальным способностям он имеет такой очень своеобразный голос, издает звуки всеми предметами, которые у него появляются в клетке. Заведующая отделом назвала его в честь испанского певца Рафаэля Рафаэля. И вот уже 8 лет мальчик наш живет в Карагандинском зоопарке. Зимой Рафаэль находится за стеклом, а летом приматы греются на солнышке в своих клетках и выпрашивают лакомства у посетителей. В Карагандинском зоопарке Рафаэль – один из представителей японских макак. Дорогой Рафаэль, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю много счастья, здоровья, чтобы ты был такой же красивый и умный, и чтобы ты никогда не болел. И хочу, чтобы ты долго жил, долгих тебе лет с днем рождения. В этот день в зоопарке ростовые куклы развлекали детей, проводили различные конкурсы и викторины. А главный конкурс был рисунок на асфальте. За самую красивую нарисованную обезьяну детям давали сладкий подарок. Несмотря на прохладную погоду и дождь, праздник удался, и все остались довольны. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова